Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал XGET поступил вопрос Можно ли быть православным христианином и при этом быть счастливым? Можно даже на него ответить таким образом Невозможно быть полноценно счастливым человеком Если не быть христианином Есть такие ученые, антропологи Они исследовали разные народы и разные племена И они пришли к выводу, что все люди более-менее религиозны без исключения То есть не нашли ни одного народа или племени Которые бы хоть как-то не пытались реализовать свои религиозные потребности Они пришли к выводу, что потребности в еде, воде, сне, воздухе Такие же естественны, как и религиозная потребность В каждом человеке есть дыра размером с Бога И заполнить эту дыру может только Бог Часто мы заботимся о своем физическом счастье Вот мы понимаем, как работает физический мир Вот здесь есть стол, здесь моя рука Я могу ее пощупать Если у меня там зуб заболит Я понимаю, что я становлюсь несчастным И лезу на стенку Не могу ничем заниматься, пока не восстановлю свое физическое здоровье Тогда я иду к врачу Если мне попадется хороший врач Он приводит в порядок мое здоровье Я снова счастливый Могу заниматься делами, которые мне нравятся Я понимаю, что здесь действуют какие-то законы Например, закон гравитации Если я подпрыгну, я ведь не улечу на Марс И почему-то со шпиля МГУ мне не хочется прыгать Потому что я расшибусь в лепешку И градус моего счастья резко понизится И я стараюсь эти правила И естественные законы этого мира Не нарушать лишний раз Чтобы мое счастье куда-то не улетучилось И не ушло от меня Но так или иначе, счастье это временное Потому что все равно я буду старый, больной У меня будут проблемы по жизни А в конце концов я умру Но, наверное, вряд ли кто-то из вас считает себя бездушным человеком Значит, у нас есть душа И нужно заботиться не только о счастье тела Но и о счастье души Какие законы действуют в духовном мире Кто там в этом мире живет Чем там занимается моя душа И что позволяет ей оставаться счастливой А что наоборот крадет в меня счастье моей души Законы, которые действуют в духовном мире Это заповеди Господь о них предупредил Часть заповедей касается взаимоотношений с Богом Часть заповедей касается взаимоотношений с людьми И те, и те заповеди важны Если я эти заповеди нарушаю Повреждается моя душа Я сам наношу раны этой душе И градус ее здоровья и счастья резко падает Ее начинает мучить совесть Она ищет лишние проблемы себе на голову Совершает больше ошибок И из-за того, что она отсекается от Бога Она не получает от него того божественного питания Которого мы называем божественной благодатью И душа начинает страдать Вот у такого человека душа помраченная Уже внутри него начинается не рай Жизнь вместе с Богом А ад Некий внутренний раздрай, который приносит ему несчастье И человек сам по своей духовной слепоте Часто не может понять причину своих бедствий А вот если человек в сознательном возрасте, может быть Проживя какие-то жизненные перипетии Пришел к выводу о том, что он сам не справляется Что Бог ему нужен Такой человек начинает обращаться к Богу за помощью И Бог немедля берет его за руку И помогает ему идти по пути в Царствие Небесное Вот Христос в заповедях блаженства говорит Блаженны нищие духом Я живу в Псково-Печорском монастыре И нищих там много при монастыре стоит Им не хватает денег И они просят у тебя денежку А если человек понимает, что в духовном плане он не самодостаточен Что он с понедельника раз за разом не может начать новую жизнь И что-то у него в жизни не лается Он обращается за помощью к Богу И Господь не отвергает такого человека А наоборот начинает выстраивать его обстоятельства жизни так Что рано или поздно он встречается с Богом И начинает осваиваться в храме, в церкви И начинает получать от Бога обильно помощь И человек, который воцерковляется Осваивает эти инструменты духовной жизни Он чувствует по себе Что на душе у него какое-то совершенно иное состояние Более светлое, более чистое У него острее работает совесть У него уходит лишняя часть тревог Которая связана с тем, что мы живем в таком турбулентном мире И не на кого опереться Он видит, как Бог действует его в жизни Он понимает, что Бог выше сил никогда его не нагрузит И поводов для уныния и печали совершенно нету Он становится более способным любить и терпеть других людей Вот возлюби врагов, прощай всех Это очень трудные заповеди И своими силами с ними не справиться А Бог есть любовь И когда Бог поселяется в твоем сердце Он твое сердце делает более чистым, светлым и любвеобильным Я вот уже хожу в храм 11 лет После первой исповеди причастия Мне так хорошо было на душе Что я стал регулярно исповедаться, причащаться, ходить в храм Начал замечать, что когда я грешу На кого-нибудь наворчу, обижусь, осужу Это состояние куда-то улетучивается А когда я исповедуюсь, причащаюсь искренне перед Богом Тогда это состояние возвращается И мне кажется, что с каждым годом я все счастливее, счастливее, счастливее Мне совершенно не хотелось бы иметь другую жизнь Чем вот та, которая у меня была в храме последние 11-12 лет Каждый человек стоит сам на пороге больших открытий в своей духовной жизни Это огромный мир, духовный мир, где Бог может оказывать нам помощь И делать нас счастливыми, как в этой жизни, так и в жизни вечной Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео Субтитры создавал DimaTorzok